Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня». Готов к труду и обороне. Как устроен проект по возрождению советской системы тестирования ГТО? Об этом мы поговорим с координатором по организации проведения тестирования ГТО, Цепинок Татьяны Геннадьевны. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Здравствуйте! Ну, начнем, наверное, с самого важного события. 30 марта в спорткомплексе «Победа» вы проводите фестиваль «Юные ГТОшки». Что это за фестиваль, в каком формате проходит и кто станет участниками? Да, действительно, 30 марта в спортивный комплекс «Победа» мы приглашаем юных ГТОшек на сдачу нормативов комплекса ГТО. Целью данного фестиваля является популяризация Всероссийского физкультурного спортивного комплекса, «Готов к труду и обороне», а также мотивация участников нашего фестиваля к дальнейшим активным сдачам нормам ГТО и для того, чтобы они развивали свою двигательную активность и стремились к улучшению своих результатов. Участниками нашего фестиваля являются 165 воспитанников детских общеобразовательных учреждений. От каждого детского садика у нас представлена одна команда в количестве 15 человек. Ребята на данном фестивале сдадут такие нормативы, как наклон на гимнастическое тумбе, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища. Далее это будет челночный бег и такое испытание, как метание теннисного мяча в цель. Ну и итогом подведения нашего фестиваля будет подведение результатов. То есть мы выберем самую спортивную команду детского общеобразовательного учреждения, а также все результаты будут занесены в электронную базу АИС ГТО. А вот скажите, пожалуйста, это ведь совсем маленькие ребятишки, это воспитанники детских садов. Насколько готовы вы к проведению таких мероприятий такого масштаба со столь юными участниками? Очень волнительно. Это наш первый пилотный проект. К этому мы стремились уже на протяжении двух лет. На самом деле возникла необходимость таких испытаний, потому что очень много заявок поступает именно от этих учреждений, и поэтому мы решили попробовать, почему бы и нет. Если не ошибаюсь, ровно пять лет назад президент Владимир Путин подписал указ о проведении проекта ГТО, о старте проекта ГТО снова на территории Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, что за эти пять лет сделано в городе Барнауле и в Алтайском крае в рамках реализации проекта? Да, Барнаульский центр тестирования был открыт в 2016 году. Нужно отметить, что первые годы это были пилотные годы, когда мы принимали нормативы только у школьников и у студентов высших учебных заведений. С 2018 года нормы ГТО может сдать любой желающий от шести лет. Центр имеет материально-техническую базу. У нас есть собственный спортивный зал, где мы можем принять все нормы гимнастического блока комплекса ГТО. Также в центре есть стрельба из электронного оружия. Это лазерное оружие и стрельба из пневматического оружия. В центре есть свои душевые комедии, свои раздевалки мужская, женская. То есть мы закончили совсем недавно на ремонт и приглашаем всех желающих в современное оборудование здания для сдачи торм ГТО. Получается, у вас такое большое собственное хозяйство есть, которым нужно необходимо управлять, которое необходимо содержать. А насколько загружены вот эти объекты? Много ли желающих сдавать торм ГТО? И сколько вообще за пять лет, если есть статистика, в городе Барнули или в Алтайском крае уже сдали нормы? С 2019 года приступили к сдаче нормативов, подали документы. Это сотрудники Росгвардии, учителя школ, это представители детских образовательных учреждений, я говорила уже, воспитанники детских садов. Отличается ли подход современной системы ГТО от советской? И если да, то в чем? Да, во-первых, принципы современного системы ГТО, это принципы добровольности, это принципы доступности, это принципы, которые направлены на оздоровление нации. Очень отличается сама система по ступеням возрастным. Современный комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных ступеней и возрастная категория от 6 до 70 лет и старше. В советской системе норм ГТО включала в себя 5 ступеней и нормы ГТО сдавали люди от 10 до 60 лет. Ну и немного отключаются испытания, которые были в советское время. А вот как раз об испытаниях. Мы уже поговорили о том, какие испытания будут 30 марта на вашем фестивале. А для обычного взрослого человека, который пришел сдавать нормы ГТО, к чему нужно быть готовым? Ну давайте начнем с того, что комплект ГТО – это нормативная правовая система физического воспитания, направленная на укрепление нации, на развитие массового спорта. Состоит она из 11 возрастных ступеней, каждая ступень соответствует своему возрасту. Итак, если вы обладатель первой ступени, вам 6, 7, 8 лет, то у вас свой набор испытаний, которые вы должны пройти. Испытания делятся у нас на обязательные испытания и испытания по выбору. Для ребят первой ступени предусмотрено 7 испытаний для получения золотого знака отличия. Первое испытание – это легкая атлетика. Ребенок должен знать сдать короткую дистанцию и длинную дистанцию. Короткая дистанция – это 30 метров, либо челночный бег, как альтернатива. И длинная дистанция – это смешанное передвижение на 1 километр. Гимнастический блок подразумевает себя наклонно-гимнастической тумбе и также сгибание или разгибание рук в упоре лежа на полу. Что касаемо испытаний по выбору, то на самом деле их есть из чего выбрать. Поэтому участники нашего комплекса могут выбрать из прикладных испытаний. Это может быть плавание, это может быть кросс по пересеченной местности, это может быть бег на лыжах, это может быть поднимание туловища из положения лежа, это может быть прыжок в длину с места. То есть каждый участник комплекса ГТО может лично сформировать свои испытания, все те испытания, которые он планирует сдать и знает, что он их сдаст на отлично. Если не ошибаюсь, те люди, которые сдали нормы на золотой знак отличия, получают документ, подтверждающий это, подписанный министром спорта Российской Федерации. Те, кто сдали на серебряный знак или на бронзовый знак, они получают от подписанных министром регионального спорта. А вот какие еще бонусы сдача норм ГТО несет для студентов, других категорий граждан, которые принимают в них участие? Да, действительно, бонусы есть, и это тоже отличает от светской системы комплекса ГТО. Ну, во-первых, для школьников это хорошее подспорье для их портфолио. Дополнительные баллы дают им при подаче документов на такие всероссийские лагеря, как Орленок, это идет бонус, им добавляют 12 баллов при подаче документов. Далее, естественно, школьникам это будет бонус при поступлении в высшие учебные заведения. То есть дополнительно балл к ЕГЭ они получают. А для студентов высших учебных заведений некоторые вузы, это все зависит от внутренней политики учреждения, получают повышенные стипендии. Скажите еще, вот как вы привлекаете людей, как люди узнают о том, куда приходить, когда можно сдавать? Это только работа с организациями или какая-то еще персональная работа с населением, индивидуальная? Да, работа ведется очень большая. Ну, начнем с того, что у нас есть собственный сайт gto22.ru. У нас есть инстаграм, gto.barnaum, в который предлагаю всем подписаться и узнавать о последних новостях, последних испытаниях. В начале года мы составляем, естественно, план на год, в котором прописываем все те агитационные проекты, которые мы планируем провести. Это очень крупные фестивали при увеличении большого количества населения. Одними из ведущими такими фестивалями у нас есть зимний фестиваль, летний фестиваль gto. Мы работаем с семьями, это gto всей семьей. Мы работаем со старшим поколением, это 55+. В этом году мы стремимся поработать и с людьми с ограниченными возможностями. Планируем провести фестиваль gto доступно всем. Ведь в 2019 году были утверждены и подписаны специальные нормативы для этого слоя населения. А какой вот вы говорите, что с людьми старшего поколения работаете? Есть какой-то рекорд? Самый старший, самый взрослый, возрастной участник испытаний gto в Алтайском крае? Да, в октябре месяце у нас проходил фестиваль, который назывался «Старшее поколение». Мы приглашали ветеранов, пенсионеров с районов города Барнаула и были очень удивлены. К нам пришел участник, представитель это была женщина, Смокотина Лидия Ивановна, которой 79 лет. Нужно отметить, все фестивали с проведением старшего поколения проходят на ура, и все они стопроцентно получают знаки отличия. То есть все нормативы для них доступны, и все они проходят их на золото. Спасибо, Татьяна Геннадьевна. Нам остается пожелать только успехов в вашей работе. До свидания. Ну что ж, о том, как устроена система проекта ГТО в Алтайском крае, мы говорили с координатором по организации проведения тестирования ГТО в Алтайском крае, Цепинок Татьяны Геннадьевны. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго.